всем привет вы на канале татьяна ковальчук пришло время рассадить свой цветок алоэ очень большой он у меня вырос я срезала вот такие вот ветки смотрите это пойдет у нас выдавить сок для растений как стимулятор роста замачивать можно можно опрыскивать развести с водичкой также можно сделать заморозить кубики льда протирать лицо очень хорошее также кто-то лечится от простуды капает капельки в нос от насморка вот такой цветок я думаю есть каждом доме но если нету то надо его конечно иметь вот смотрите столько много пошло побегов вот уже 5 горшочков отсадила и вот такие вот они идут побеги здесь маленький корешок белый а здесь уже вот прям кучка большие посадила там корни были еще больше и длинней так чтоб они не обветрились вот такие где маленькие корни даже можно подсушивать и потом сажать а вот эти нежелательно чтобы они обветрились долго на воздухе поэтому я уже тебя быстренько посадила с большими корнями и остался у меня один горшок с дренажными хорошими отверстиями подложила туда салфеточку вот такой сделала пардончик земля легкая хорошая перлит вермикулит добавлен делаем углубление все это конечно очень просто и легко садится вот они корни какие хорошие палочка небольшое получается пальчиком раздвину поэтому надо делать перчатки уложили корешки нет не поливала земля влажная и я их высадила и не стала поливать потому что алой не надо заливать и любит чрезмерный полив начинают гнить корни вот этот маленький посадим рядышком так здесь большие корешочки посадим но надо прижать пройдет два-три дня можно будет полить но совсем чуть-чуть самая ошибка не у всех хорошо растет огонь потому что любят поливать или полить сразу много мало ли у меня был такой момент когда муж поет уедем на дачу хорошо поет даже в поддон уже вода стечет явно что-то многое лишнее не страдали особо но кончики листьев начинают желтеть отсушивает иногда вот этот уже пошли тут немножко там покажут и такие как сухие кончики нет этого сока потому что во первых уже горшок был маленький тесный и уже вот на этих стволиках были деточки росли пришла его пересадить и еще такой один момент важный чтобы использовать сок алоэ в лечебных целях надо чтобы ему было по возрасту не менее трех лет тогда он уже набирает свою силу и сок становится лечебным а вот эти молодые побеги сок то есть лечебных свойств еще нету поэтому старые взрослых растения это очень ценное и полезно надеюсь что кому-то было это полезно всем спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки дизлайки кому не понравилось все всего доброго до свидания